Владимир и Марина Скунцевы Руководители творческого объединения и ансамбля «Казачий круг», собиратели и подвижники казачьего фольклора, действительные члены Международной славянской академии, Союза казаков России, Международного фонда славянской письменности и культуры имени Клыкова. Глава семьи Владимир Скунцев – музыкант, фольклорист, мультиинструменталист, мастер по изготовлению лир, создатель оригинальных аранжировок. Родился в 1958 году в Волгограде в семье музыканта-самородка Николая Скунцева. Хоровым и сольным пением занимается всю жизнь. Играет на гармонии, балалайке, гуслях, рожках, гитаре, колесной лире, мандолине, баяне. Имеет высшее музыкальное образование. Собирательскую деятельность осуществляет с 70-х годов. Много гастролировал по Европе. Вместе с ансамблем «Казачий круг», созданным им в 1986 году, участвует в международных фестивалях и праздниках Москвы, Петербурга, Берлина и других городов. Почти весь песенный материал собран музыкантами в этноэкспедициях. Главный принцип исполнения – следовать старинным традициям казачьего пения, сохраняя диалект и распев. В 2011 году за неоценимый вклад в возрождение русской культуры в России и за рубежом Марине и Владимиру Скунцевым присуждена национальная премия «Имперская культура». Песни просто так не сочиняются, не рождаются, они добываются в экспедициях. Мы соприкасаемся с мудростью, с веками через наших народных исполнителей, через казаков и не казаков, не обязательно, через музыкантов, слепых и зрячих. Ну вот эту вот медаль и грамоту нам вручал Валентин Распутин и Валерий Ганчев в «Союзе писателей» в 2012 году. Для нас она очень почетна и ценна, потому что это есть награда за наше творчество. Записи песен и музыки в исполнении ансамбля «Казачий круг» и его солистов хранятся в фондах фирмы «Мелодия», «Мосфильма», Московской и Санкт-Петербургской государственных консерваторий «Научленфильма». В последнее время Владимир Скунцев чаще выступает сольно или же в дуэте с супругой Марины. В репертуаре музыканта более 300 песен – баллады, романсы, былины, воинские, рекрутские, шуточные, плесовые и лирические песни. Сыновья Николай и Федор пошли по стопам родителей и профессионально занимаются музыкой, став преемниками семейной традиции. Казачество – одна из важнейших основ русской отечественной культуры. Когда мы слышим слово «казак», перед нами сразу произрастает некая оголенная русская воля, которая может сделать некие невозможные вещи. Причем это касается не только поля боя, но прежде всего касается пространства культуры. И сегодня в нашей студии мы будем говорить о казачестве, о семейных традициях казачества, и, конечно же, казачьей песни с уникальными людьми – Владимиром и Мариной Скунсовыми, которые являются одними из ярчайших представителей современного отечественного казачества. Здравствуйте. 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 День добрый. И сразу, когда я увидел вас, перед моими глазами всплыли кадры из фильма «Тихий дон» Фурсулика. Что меня поразило? Обычно, когда мы сравниваем советское кино и уже ремейки, которые сделаны в постсоветское время, то, конечно же, мы говорим, да, все-таки советский фильм был лучше. Но вот этот фильм меня поразил именно тем, что он дал мне возможность прикоснуться, вот по-настоящему прикоснуться к казачьей жизни. И вот эти ярчайшие кадры, когда казаки возвращаются с Синокоса, вот, а они идут, они поют, и одновременно вот потрясающий русский пляс. И я когда внимательно смотрел, а кто был консультантом? Ну, конечно же, ну, конечно, Владимир Скунсов. Сергей Владимирович дал возможность молодым актерам, нашим российским ребятам просто раскрыться. И вот там, именно на этой земле, не в Москве, когда мы репетировали пляс, песня, нет. А вот именно там они вот это сделали. Было немного дублей, дубля три всего, но ребята сделали. Вот, пришлось с ними, конечно, позаниматься отбивами, казачью манеру показать им, диалект. Вот, очень важно было, чтобы они, говор у них был именно донской. Это вот непросто. Но все-таки ребята вошли и сделали. Молодцы. А меня, конечно же, очень поразили именно женские роли. И вот в этом фильме очень здорово показана женщина в казачьей семье. Вообще девчата молодцы. Они прям прониклись этой темой. Я не была там консультантом, я прикоснулась только вот в эпизодические, вот во время съемок, когда снимали мы свадьбу Григория Мелехова. И Полиночка, она с детства, ну, пела в фольклорном ансамбле. Она тоже очень прониклась именно вот казачьей манерой. Мы с ней пели вместе, да. Ну, может, это мне показалось, что они все приняли вот тот мир, в котором им нужно было показать, на ура. Они там действительно прораживали его. Меня поразило тогда в Вешенской, когда мы на берегу реки ночью ходили купаться, и они у костра спорили совершенно искренне, защищали своих героев. Кто-то обиду высказывал, как личную обиду за героев своих. И я увидела в них такой азарт. То есть они были настолько пропитаны этим пейзажем, этими людьми. Помнишь, что этот эпизод, когда мы свадебный пир, молодых сажают, сидят они, и мы заходим с Мариной и наши дети. И я смотрю, молодые-то сидят по-советски. А там сейчас стена построена о том, что родители жениха по одну сторону, родители невесты по другому, по другой стороне. И мы им сделали замечание, что неправильно. Я говорю, как вы посадили это? Остановили съемку, меняли сцену. А как сажать? Я говорю, как под венцом. Батюшке звонил своему духовнику. Бурсуляк. Пришлось. Она мне поверила сразу. Мы говорим, понимаете... Скунцев дерзит. Мы свадебным обрядом занимаемся, в общем, всю сознательную жизнь. И когда мы придем на свадьбу казачьи, приглашенные, нам ведь люди выскажут, скажут, вы там были, почему так произошло? Подобное допущено. Тогда вопрос. А это как произошло в вашей собственной жизни? Это вам досталось? Ну, как бы некая естественная передача традиций, либо наоборот, пришлось делать очень серьезные усилия, чтобы к этой традиции вернуться? Ну, скорее всего, в зрелом возрасте, конечно. Потому что Сталинград, Волгоград, потом все это, знаете, все-таки учителя были настроены против того казачества, как рос малым был. Я хочу лишний раз для наших зрителей зафиксировать, что вы родились именно на окраине города Сталинград. То есть еще через буквально несколько лет он был переименован в Волгоград, Сталинградская область, Волгоградская область. А все это пространство бывшего войска Донского. Ну, да, в общем-то, около. Потому что Царицын был как отдельное государство, как отдельная крепость, конечно. Вот, торговый город, портовый. А Донцы жили немножечко южнее, немножко к Украине, так сказать. Ну, недалече. В 80 километрах уже останется уже второй Донской округ. Волжские, кстати, казаки у нас в Волгограде, в Сталинграде. Обязательно. Много было волжских казаков, потому что по Волге же они селились. Ну, Ермак был ярчайший представитель волжского казачества. Вот вы можете, каждый из вас, ответить на такой вопрос. Вот этапы освоения этой традиции. Как вы в нее входили? Я начал глубоко впитывать и вслушиваться в казачью песню, это в 70-х годах еще. Но поскольку я имел музыкальное образование, пел советские песни, как все дети, и вот эта непонятность вот этих оборотов музыкальных, сложность в этих песнях, сам звук, тембр, подача в казачьи песни, и глаза, то есть через песню я учувствовал эпоху. Вот это очень важно. Я не знаю, куда я погружался, как я это понимал, но что-то меня такое цепляло. То есть мурашки по телу, когда шесть мужчин поют, да еще играют это голосами. А что касается казаков-некрасовцев, там мне поразил язык, потом необычайно проникновенная любовь к человеку. Обычно считали, что казаки, это тем более староверы, это такие замкнутые, злые, да, сердитые, такие, значит, хмурые и все. Тут я увидел у казаков-некрасовцев, во-первых, во дворах много цветов, дома все расшито цветами, ковриками, костюмы все в цветах, все очень ярко, ткани очень яркие, язык древнерусский. Не услышал я буквы «Ч», только «Щ». «Чего? Чего тебе надо?» И когда, конечно, когда запели они, ну, молитва, там не было портеса такого вот правильного пения, треуголось, там именно вот это вот, так сказать, горизонтальное такое, это линейное мышление, то есть вот что-то такое, какая-то очень далекое, но очень почему-то понятное, таинственное было в этой молитве, и в этой песне, и, конечно, в церкви. В церкви это необычайный дух, простота, вот строгости нет такой, как напыщенности такой. Все очень мило, все очень просто, и, конечно, доброжелательное отношение к людям. Вот это вот какая-то такая чистая любовь. Вот я почувствовал, что вот это настоящие верующие православные люди. А еще они поют очень земным звуком. Жизни много. В звуке их, в пении, много жизни. Когда я слышу песни, вот казачьи особенно, у меня возникает, особенно если поешь вместе, возникает ощущение очень-очень могучей силы. То есть я вроде бы пою сама по себе, ну вот мы поем там вдвоем, втроем, пятером там, сколько угодно, но за нами еще сколько поколений людей, 300 лет, 400 лет, чувствуешь очень мощную силу и поддержку оттуда. О себе скажу, когда, в зрелом возрасте, когда я окунулся в первую экспедицию в Ленинградском институте культуры, участие, в 79-м году, первая экспедиция в Новгородскую область. Я приезжаю оттуда и захожу, Игорь Алексеевич, мне Волков был завкафедрой, дайте мне магнитофон, пойду на дон своим записывать песни. Я вам привезу настоящие, не по нотам, значит, петь, а так, как надо. И вот поехал, он мне дал магнитофон, привожу ему целый чемодан, значит, этих катушек. Вот, он послушал немножко. Ну, ты знаешь, ну, конечно, это так твой патриотический такой порыв, я понимаю, ну, ты мне, там, значит, вот это все, е-е-я, это, знаешь, у нас, уж ты дон, ты наш дон, е-е-а, е-дон Иванович, э-е-е-пра-те-е-е-бим, е-е-а-й, да ты наш дон, е-е-е-е-е-е-ля-жик, э-х, лёжит слав, э-х, славочка ей. И он мне говорит, ну, ты знаешь, вот это е-е-я, ты мне на нотах там это убери, чтобы, знаешь, а то мои там запутляются. Я говорю, ну, как же без этих е-е-я? Вот с этим мы и росли, потому что жили в поселке на юге Волгограда, где волжские, донские, украинцы, латыши, литовцы, молдаване, кого только ни было, интернационал, в бараках жили, понимаешь? И как собирались, праздник, и каждая свою песню, а казаки особенно, мало у меня ставили трех-четырехлетнего на стол, Вовка, пляши! И, значит, на гармонии я на столу плясал. Отец музыкант у меня был на всех инструментах, Николай Федорович играл, калятки пел, на праздник всегда славил Христа, встанет утром и славит Христа. Я, пап, дай поспать, а он потом походит, походит, возьмет мандолин, на балайке что-нибудь сыграет, какое-то настроение праздничное. И вот это всегда. На Пасху он тоже пасхальник, какие-то там рассказывал про церковь. Вот с этим и начиналось все. Проснулась вот эта вот генная какая-то. Глубинная память. И совсем жизнь изменилась. У меня вот в чем дело-то. Как у вас. Она тоже же в экспедиции ходила. Я выросла в Заполярье, на Ямале. Ну, в 17 лет приехала с тогдашней Свердловск и обнаружила, что там какой-то безумный мир. И у меня была задача сохранить здравомыслие. Ну, у людей были другие ценности совершенно. Мы росли в общинных условиях. У нас поселок из Сыльных был, поэтому там были разные народы. И на примере вот насельчан мы познавали жизнь. Как надо делать, как не надо. Что такое хорошо, что плохо. И я нашла сообщество людей. В ядре этого клуба был ансамбль политпесни, который ездил по миру. Мужской состав там был. Владимира Теплова. Ныне он батюшка. Родерей. В городе АллатРа живет. Ого. Да. Вот у нас несколько людей вышли в священство из нашей среды. Ездили когда за рубеж. И в свободное от выступлений время все ансамбли пели свои народные песни. А наши не знали, что петь. Калинка-малинка. Ну, и все этим заканчивается. И они приехали и говорят, нас осенило, мы поняли, что самая политическая песня это народная. И пошли мы в экспедиции. Самая первая была моя экспедиция с Ленинградской консерваторией по Псковской области с Анатолием Михайловичем Михнецовым. По Псковской области. Да. Ну вот вы сами обозначили эту тему. Некрасовцы, тем более, они сыграли такую вот уникальнейшую роль именно в вашей жизни. И они сватала его. Да, да, да. Это представители старого дона, старобрядцы. Пришли в 62-м, вернулись из Турции в 62-м году прошлого века. Просились на дон, в Старочеркасск. Ушли в 1708 году, после Булавинского восстания. После Булавинского восстания. То есть, получается, часть казаков, которые после Булавинского восстания жили на Майносе, на территории Османской империи. Это последняя партия ровно тысяча. Вернулась тысяча, родился на корабле Семен. Да, Бабаев. Бабаев. И воцерковились все капитаны, так сказать, капитан корабля, и же с ними. Да, капитан, говорит, потом вспоминал, что никогда в его практике не было абсолютного штиля и чистого неба. То есть, как бы, Господь подготовил всю природу к их возвращению. И людей поразило то обстоятельство, что когда они вышли на берег, это паром был, они встали, они в национальных костюмах, в ярких были, они встали на колени и стали целовать землю. В дальнейшем я сказал, что если я буду венчаться, то только у них. А вот расскажите, в чем вот особенность некрасовцев, их некрасовской культуры? Двумя словами, вряд ли скажем. Меня поразил их уклад. Да. Они никогда не спешат, нет никакой суеты, а все дела сделаны. И молитвы все прочитаны. Какой уникальный, глубинный ритм, который присутствует в жизни. Да. И порядок. Я тогда еще была молодая, и вытряхнула из сумки все вещи, и мы убежали на маршрут. Ну, записывать. Прихожу, на полу, около печи лежит полотенце, рушник, и мои вещи все вот так в рядок разложены. Где-то так было стыдно, что я позволила себе беспорядок в чужом доме. А музыкальная традиция? Она чем-то отличается? Конечно же. Казаки-некрасовцы, во-первых, они поют бесподголосочные, у них полифонии нет, у них больше гитрофонии. Вот склад музыкальный, такой строя. Все-таки объясните, пожалуйста, ну, большинство... Ну, то есть мыслят, донцы мыслят, как бы на два голоса. У них линейные больше, они одноголосно мыслят. Мы в один голос поем. Не говоря уже о духовной музыке. Там они... Да, мы в один голос играем, поем церковные песни. Ну, конечно, сложно. Это строй, манера исполнения, диалект. Сразу не поймешь. Но потом потихонечку насыщается организм. Как бы, как водичку пьешь, вот, и... У нас, казаки, даже выражения у донцов есть. Мы песню играем, как молитву творим. Ух ты! Да, и Владимир Николаевич, нашел там элементы знаменного распева. Вот, ведь совершенно очевидно, что вот вы, когда нашли вот этот уникальнейший мир, да, вот этот фундамент, в чем-то даже Атлантиду, которая, ну, в какой-то степени опустилась, и вы стали ее возрождать. Вот вопрос следующий. Вы делали это как-то вот стихийно, вот я должен это возродить, все-таки либо понимали, что вот нужно делать последовательные шаги. Сначала это, потом это, потом это. Как-то это в один момент произошло, что это надо. И все. Вот пойти в народ и сделать... Я должен это сделать. Я когда в первой экспедиции была с Анатолием Михайловичем Мехнецовым, он нас однажды посадил за ужином за стол и стал вести беседу. Он говорит, ну, мы же за романтикой поехали. Он говорит, вы думаете, что вы приехали сюда развлекаться? Нет, вы вступили в партию, вы автоматически становитесь носителями. И даже если захотите с этим расстаться, вы уже не сможете. Это дело всей жизни. Я ощутила последствия вот в полной мере. Вот я все время слова вспоминаю. А вот есть такое знаменитое высказывание, что инструмент, который ты сделал собственными руками, ну, это как твой ребенок. Это преувеличение? Да, вот он, дитё, первое мое дитё. Остальные по людям уже разошлись. А это вот первенец. Это первенец. Его не отдают. А как вообще пришла эта идея в голову? Не отдают. Как пришла идея, что вот нужно сделать? Вообще-то нужно с инструментом подружиться, вжиться, любить его надо. Он тебе отвечает. Вот первый инструмент, который я взял в руки, мне изготовил Виталий Галицкий, руководитель ансамбля «Русичи» в Москве. Вот. У него очень хорошие инструменты получались. И вот думаю, ну, как же, у меня дед Филипп был, он всё своими руками, и ведра, и шубы, и сапоги, и всё что угодно смастерил. Неужели я не могу? Посмотрел, взял, разложил, дерево достал. Вот он и появился у меня первый. А как долго муж создавал этот инструмент? Ну, это дольше, чем остальные, потому что у него была идея, но не было времени. А когда началась пандемия, вот, кстати, концертов не стало, приглашений не стало, и мы оказались запечатанными просто в квартире на полгода всей семьёй, и ещё с 11 кошками. Кошки две родили. Котят. И было очень весело. Ну, вот как-то так пошло, пошло, и всё нашлось, всё, вот, он упоёт. А началось всё с того, вот он умалчивает об этом из уважения к коллегам, началось с того, что ему приносили инструменты, изготовленные другими мастерами, чтобы он их отладил. Лира, конечно, да. Да. И ему не всегда это удавалось, и он решил попробовать сделать это сам так, чтобы не надо было так трудно отлаживать. Непросто и сложно. Вот в процессе производства своих инструментов у него постоянно рационализаторски рождаются идеи. То есть каждый следующий инструмент он всё более усовершенствует. А вообще мы изначально в Европе во Франкфурте на Амайне познакомились с Куртом Райхманом, мастером колёсных лир немецких. И он пригласил нас на фестиваль лирников со всего мира. Это 99-й год. руины замка в городке маленьком под Франкфуртом и что интересно, это вообще тема для отдельного рассказа. Мы приехали туда, стоим на Банхофе и ждём, когда за нами приедет человек, который не знает русского языка. Мы встали уже на стрелке, на площади посередине, стоим час, стоим второй. Думаем, а вдруг у нас не найдёт. И вдруг к нам подходит человек, показывает Владимир Николаевич и говорит, Дуис Дон Иванович? Какая-то диск. Дон Иванович, и вот он. Вы так потерялись. Он говорит, я, я, я. Да, я, натюрлих. Дон Иванович. Потом у нас... А мы на границе долго стояли на таможне. И мы из трёх дней фестиваля попали только в последний. И не всё слышали. Мы выходим на сцену и поём под лиру, под релей именно. Там было много всяких лир, а релей не было. Это казачья интерпретация такая. И когда мы пели, я не могла понять, почему люди в зале сидят, закрыли глаза, как-то реагируют так. А потом выяснилось, что до нас под лирой никто не пел. У них не сохранилась певческой традиции под лирой. Они танцуют. Они танцуют. Они поменяли струны на металлические, и они перестали сливаться так с голосами. И когда Владимир Николаевич первую свою лиру, которую Галецкий сделал, Виталий, он её разыгрывал 10 лет, и он занимался... Ну не 10, но 5. Ну, долго. Он занимался реконструкцией, по сути дела. Приёмы игры под ведение голосовых песен подлаживал. У нас сейчас много, у кого есть лиры, но мало кто занимается именно реконструкцией, потому что для этого надо очень глубоко знать традицию. «Посящий» 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 и ascensionальй за ся Loki unter Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok